ПАТРИОТИЧЕСКОМ МАЙДАНЕ На самом деле за ширмой любого Майдана стоит один и тот же дядя Сэм, а реальность, как оно обычно бывает, плохо укладывается в примитивные схемы диванных экспертов. Как бы в ответ на непрекращающийся поток инсинуаций насчет раскола в элите, политические тяжеловесы в окружении Путина выступили с серией заявлений, в которых четко обрисовали сложившуюся ситуацию. В кратком изложении ситуация сводится к знаменитой формуле «не дождетесь». Прежде чем уйти к анализу цитат, нужно сделать важное уточнение. Когда пишут о расколе элит, обычно подразумевают наличие конфликта между двумя примерно равными по силе группировками, столкновение которых неизбежно будет сопровождаться значительными политическими, экономическими и социальными потрясениями. Судя по заявлениям «с самого верха», ситуация имеет несколько другую конфигурацию, и водораздел проходит не между условными либералами и условными государственниками, а между умными и маргиналами. Причем силы умных превосходят возможности маргиналов. Почему умные? Потому что в контексте санкций и вызовов новой геополитической повестки оформилась значительная прослойка влиятельных фигур, которые независимо от политических убеждений понимают, что в западной элите им нет и не будет места. Американская элита сейчас готовит сожжение остального мира в серии региональных, цветных, социальных и межнациональных конфликтов, чтобы сохранить хотя бы часть былого могущества. Им придется жертвовать даже своими, и банальная математика показывает, что за их столом места для чужих уже не будет. Умные понимают этот расклад. Маргиналы нет. В этом и заключается вся суть противоречия. Умные чувствуют, что они с Россией связаны одной цепью и скованы одной целью. А маргиналы надеются выгодно продать свои услуги по раскачиванию лодки. В конечном счете все сводится к знаменитой формуле Путина. Россия не проект. Россия судьба. Сейчас мы наблюдаем консолидацию тех, для кого Россия судьба, и интенсивный конфликт с теми, для кого Россия всего лишь бизнес-проект перед отъездом в благословенный Лондон. Вот как описывает ситуацию советник президента Сергей Глазьев. Я бы не сказал, что по этому поводу сегодня существуют какие-то значимые расхождения между российской властью и крупным российским бизнесом, действующим в реальном секторе экономики. Антикризисные рецепты сегодня уже вполне понятны и очевидны. По глазу его конфликта по линии власть реальный сектор экономики фактически нет. Это важное уточнение, так как оставляет за скобками финансово-паразитический сегмент олигархии, который вполне подходит на роль упорных маргиналов, для которых существование самодостаточной России неприемлемо. Если учесть, что у этого паразитического сегмента есть значительный медийный ресурс, который активно используется против власти, то ситуация начинает приобретать более понятную конфигурацию. Еще до Валдая на эту же тему, но в другом ракурсе, высказался Сергей Иванов. С одной стороны, санкции нанесли нам огромный ущерб, я это открыто признаю. С другой, они, как ни странно, психологически позитивно повлияли на общественное мнение. Многие представители либерального сообщества, как вы выразились, мне говорили, «Слушайте, ну наконец-то до нас дошло, что, как бы мы ни стремились стать европейцами, что бы мы ни делали, нас все равно, извините, мучат. Мучат несправедливо. Потому что мы богатые, состоятельные люди, считаем, что пошли бы они куда подальше. И правильно вы в Кремле все делаете. Надо жить своим умом, ни от кого не зависеть». Вот такие выводы. Руководитель администрации президента максимально доступно описал слом в сознании определенной части экономической элиты страны. Причем этот слом спровоцировали вашингтонские радикалы-русофобы, за что их можно только поблагодарить. Грубо говоря, никто не сделал больше для национализации элит, чем ястребы из администрации Обамы. В этом контексте становится объяснима истерика, которую мы сейчас наблюдаем по поводу импортозамещения, диафшеризации, развития внутренних инвестиций и переключения ФНБ с инвестиций в облигации США на инвестиции в российские инфраструктурные проекты. Маргинал-паразиты чувствуют, что их время заканчивается, и Россия буквально на глазах превращается в очень неуютное для них место. Национал-предателям и их заокеанским патронам не повезло вдвойне. В России существует точка сборки, которая обеспечивает национальную консолидацию, и вокруг которой сплотилось все общество. Эта точка сборки – Владимир Путин, который вполне заслуженно стал символом самодостаточной России. Под лозунгом «Медведь ни у кого не спрашивает разрешения» может подписаться каждый россиянин, от военного до политика, от школьника до бизнесмена. Консолидированная Россия, объединенная и воодушевленная общей идеей – страшная сила. И большая проблема для Вашингтона, для маргинал-паразитов и для их идеологической обслуги в либеральном и псевдопатриотическом лагере. Для них последний шанс – это расколоть окружение Путина и свалить с самого президента. Об этом сказал Сергей Иванов, отвечая на вопросы журналистов на Валдае. Начались уже прямые оскорбительные нападки в адрес президента. И я интерпретирую это так, что, поняв, что окружение Путина не разорвешь, клин не вобьешь, популярность президента растет, а не падает. Пришли, по-своему, к неизбежному выводу, что, не свалив Путина, ничего с Россией не сделаешь. И стали уже переходить к прямым и, в том числе, к личностным нападкам на нашего президента. После Валдая стало очевидно, что и окружение, и вменяемая часть экономической элиты, и значительная часть общества консолидировалась вокруг президента и идеи самодостаточной и консервативной России. Для достижения заявленных целей предстоит еще много работы. Но тем, кто намерен этой работе мешать, лучше бы уже сейчас бронировать билет на Ригу. Зачем России войска в Арктике? Многие государства жаждут завладеть богатствами арктического шельфа. Стоит ли ожидать войны за обладание Арктикой? После ухода Юрия Лужкова Москва сильно изменилась. Каковы плюсы и минусы этих изменений? Роснефть, пенсионеры и либералы. Игорь Сечин предложил направить 2 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния на поддержку проектов Роснефти. Правы ли те, кто кричит о разграблении народного достояния? Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте политраша.ком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова